В России появился цифровой рубль. Это главное навыло в финансовом мире страны. С первого дня августа вступает в силу большинство поправок, которые обеспечат работу платформы цифрового рубля. Ее оператором становится Банк России. Он будет следить за безопасностью переводов и их надежностью. Теперь национальная валюта будет существовать в трех ипостасях – наличная, безналичная и цифровая. Многие задаются вопросом, а зачем, в общем-то, нужен цифровой рубль. Я могу так сказать, что откровенно гражданам цифровой рубль на самом деле не нужен. Цифровой рубль нужен в первую очередь государству, потому что это делает систему отслеживания денежных средств максимально простой и понятной. Например, произошла какая-то государственная закупка, допустим, государственный оборонный заказ. И государство с помощью цифрового рубля может, в принципе, отследить любую копеечку от момента ее выдачи первому самому генеральному подрядчику на уровне Москвы-министерства и до самого последнего физического лица работника и так далее, который эти денежные средства получил, например, от выполнения гособоронзаказа. Точных дат, когда начнется широкое внедрение цифрового рубля, не называется. В Центробанке считают, что граждане смогут начать им пользоваться через 2-4 года. С августа работающим пенсионерам традиционно пересчитают страховую пенсию. Размер прибавки индивидуальный и зависит от пенсионных коэффициентов за предшествующий год. Повышение не может превышать трех баллов, а стоимость одного балла с 1 января этого года – 123 рубля 77 копеек. Значит, максимальная прибавка в этом году – около 400 рублей. Перерасчет производится автоматически. Пенсионерам не нужно писать никаких заявлений. С 1 августа могут вырасти цены на новые машины, ввезенные из рубежа, поскольку повышаются утилизационные сборные – легковые, легкие, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы – в 1,7 или в 3,7 раза. Утилизационный сбор – это, по сути дела, единовременный платеж, который должно платить лицо, которое ввозит на территорию России новый автомобиль или не новый, поддержанный, с целью того, чтобы в последующем компенсировать государству его затраты на утилизацию данного автомобиля. И несмотря на то, что обязанность по оплате возложена на дилеров, на юридические лица, фактически все равно платят граждане, поскольку дилеры у нас с автосалона повышают стоимость автомобиля, чтобы компенсировать свои затраты. На прежнем уровне останется размер утилизационного сбора в том случае, если автомобиль вводится гражданином для личного пользования, это единственный автомобиль в течение года, и в течение года он не будет перепродан кому-либо. И объем двигателя должен быть не более трех литров. В августе закончится срок подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от призыва в армию. Речь идет о срочной службе. Данные заявления начали принимать с 24 июля, закончат 8 августа, и за этот срок сотрудники IT-компании должны подать соответствующее заявление через свой личный кабинет на сайте госуслуг. Их работодатель должен это заявление подтвердить, либо если у граждан нет такого личного кабинета, то соответствующий список с указанием данного сотрудника может подать сам работодатель. Далее эти списки отправляются в Минцифры, которые согласуют их с Министерством обороны. Решения по предоставлению отсрочки от призыва будут принимать призывные комиссии в период с 1 октября по 31 декабря. С августа стартовал трехлетний эксперимент по телемедицине, когда пациент может получить онлайн-консультацию у врача и электронный рецепт. Пока в эксперименте участвуют 28 организаций, но их число может вырасти. Это не может быть первичной консультацией, то есть первый раз все-таки человека должен посмотреть, полечить доктор лично. В последующем уже как раз может проводиться онлайн-консультация, могут выписываться рецепты в рамках проведения этой онлайн-консультации, корректироваться лечение. Я думаю, что это будет достаточно удобно для жителей каких-то отдаленных регионов, которым требуется, например, консультация, прием врача в поликлиниках, расположенных в центрах областных. С августа запускается система электронных российских виз для иностранцев. Заявление на такую визу можно будет подать онлайн не позже, чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда. Сейчас в списке стран, гражданам которых будет доступна такая виза, 52 государства. В него планируют добавить еще три – Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. Эта виза будет действовать в течение 60 дней, но давать право на нахождение в России только на период 16 дней. С 1 августа туристы будут платить по 100 рублей в сутки в минеральных водах. Позже такой туристический сбор начнут взимать в Санкт-Петербурге. Возможность введения курортного сбора устанавливается федеральным законодательством, но решение о введении сбора и его размере принимают регионы. По закону сумма не может превышать 100 рублей в сутки. В Санкт-Петербурге туристический сбор планируют запустить с 1 апреля следующего года. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.